Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Много лет меня спрашивали, вот в четвертом мы измерении или в пятом вы людей обманываете? Дорогие друзья, говорится о сознании, то есть где находится ваше сознание. Сегодняшняя тема интересна тем, что речь пойдет о единстве, что по сути и является четвертым измерением. Поэтому, чье сознание сейчас находится в слиянии со всеми людьми или в такой определенной чувствительности, в определенной восприимчивости, тот находится в четвертом измерении. У него тоже есть семь уровней, у четвертого измерения. Сегодня вашему вниманию я предлагаю тему Марты. Жизнь на новой земле. Единство душ человеческих. Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы продолжим разговор о том, как вы можете помочь построению нового общества на земле пятого измерения. Мы с вами уже много говорили об энергетической составляющей этого процесса и вам давалось немало практик по наполнению высоковибрационными энергиями себя самих, вашей планеты и коллективного сознания человечества. И теперь пришло время перейти к следующему этапу этого процесса, который заключается в визуализации новой реальности. Если в моем предыдущем послании мы говорили о вашем чистом намерении жить в новом мире пятого измерения, одновременно представляя его как можно ярче, то сегодня мы перейдем к практическим шагам реализации ваших намерений. И начнем мы с того, чтобы обозначить четкие контуры воображаемого вами нового общества. Почему это так важно? Прежде всего потому, что каждый из вас, обладая яркой индивидуальностью, будет рисовать в своем воображении то, что ближе всего ему самому. Но в данном случае очень важно создать единую структуру нового мира, его скелет, который в дальнейшем начнет обретать плоть и кровь. Иными словами, сначала нужно построить фундамент вашего общего дома и его стены, и уже затем, не спеша и с удовольствием, начать разрабатывать его интерьер. Итак, что является самым важным в мире пятого измерения? Что составляет его основу? Это жизнь по законам Вселенной. Исходя из этого, первым кирпичиком, который следует заложить в фундамент вашего нового дома, станет единство. Как вы можете визуализировать его? Конечно, каждый по-своему. Но очень важно, чтобы в ваших виденьях и мечтах превалировала энергия безусловной любви. Так вы можете представить себе, как люди улыбаются друг другу, искренне и открыто, как заботливо относятся к каждому, как чутко реагируют на его просьбы, стараются предугадать его желания. И это проявляется в большом и малом. Вы чувствуете души людей, их истинную глубинную суть, а не судите о них по внешним проявлениям. Социальное расслоение, как таковое, растворяется в этом единстве душ человеческих. А значит, из вашей жизни исчезает дуальность, суждение, высокомерие, зависть, гордыня, чувство вины. Глаза людей излучают доброжелательность, любовь, приятие. Всем своим существом вы чувствуете окутывающую вас со всех сторон энергию безусловной любви. Вы ощущаете единство с каждым, встреченным на вашем пути человеком. Вы растворяетесь в его энергетическом поле, а он в вашем. И постепенно ваши объединенные высоковибрационные энергетические поля заполняют собою всю землю, окутывая ее своей любовью. Попробуйте, родные мои, начать практиковать это уже сейчас. И наблюдайте за тем, как начинает меняться ваша жизнь. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Приняло Марта. Вы прослушали тему «Единство душ человеческих». Маленькое дополнение для тех, кто только открыл для себя этот канал. Пожалуйста, можете каждое утро пробуждаться и говорить «Я здесь и сейчас в сфере первотворца Вселенной». Я здесь и сейчас в золотой сфере гармоничной событийности. Я здесь и сейчас в кристалле божественной любви. Конечно, вы можете продолжить свои программы, запускать. Завтра вообще очень хороший день для запуска личностных программ. Но не забывайте, что когда вы входите в общий состав рода человеческого, мысленно, через свое намерение, то вы этим самым находитесь в четвертом измерении. Продолжение следует...